Всем привет! Коротко о главном. Спортом нужно заниматься. К сожалению, у меня не всегда хватает времени на это, а если честно, не всегда хватает желания. Но недавно я увлекся гирями. Теперь у меня есть гиря 32 килограмма, подаренная Лесе и Артуром. Гиря 8 килограмм. Моя любимая гиря 400 грамм, подаренная Сергеем Ивановичем. Видно, что человек бережет меня. И также гиря, о которой я расскажу вам сегодня, 16 килограмм. Изначально она была 24 килограмма, но из нее высыпали свинцовую дробь, и она стала 16. Это гиря, которой я, может быть, пока я неправильно, но могу уже делать какие-то упражнения. И мне очень хотелось привести ее в вот такой, прямо одноцветный вид. И я это сделал. Просто ее почистим, покрасим, и заклеим вот это отверстие, куда была насыпана дробь. Изначально это была гиря 24 килограмма, но из нее высыпали свинцовую дробь, и она получилась 16 килограмм. У меня вполне в это подходит. Этим весом я могу работать, скажем так, комфортно. Я заклеил отверстие, потому что оттуда сыпался песок с формы, еще с момента ее отливки, который там остался. И сейчас мы просто сделаем ее черной, предварительно загрунтую. Все, оставляем сохнуть, еще пару раз пройдем и будем красить. Субтитры сделал DimaTorzok Добавим еще горяченькой водички. Погружаем каску в распор уксусной кислоты. Тут у нас водички греются, а тут у нас гирька красится. Сейчас будем вымакивать воду из шверкбота. Вода непонятно, куда она попадает, тем более, что сверху она накрыта баннером. Но воды попадает немало. Я думаю, что больше литра воды за бортью. Есть, конечно, мысль, что вода попадает вот по этой части люка. Но сейчас мы держим водку, накрытую баннером. И в воде попадать практически некуда. Ничего, будем искать. Вернемся к истории, связанной с гирями и моей семьей. Это мой прапрадед Юстин Мединский, он же Юстин Мединский, который жил на улице Нежинской и был царским офицером. По рассказам моей бабушки, он погиб от удара гирей в момент предотвращения дуэли между двумя солдатиками, которые устроили дуэль гирями. Я думаю, что если порыться в архивах, мы можем найти эту информацию из того, что известно, что звали его Юстин Мединский. Жил он на улице Нежинской. У него была дочь Вера, Надежда. После того, как он пал от гири, его жена вышла второй раз замуж. И у них появилась дочь Любовь и еще кто-то. Я это к чему? Ребята, если у вас есть возможность общаться с вашими бабушками и дедушками, общайтесь, узнавайте у них побольше. Потому что, к сожалению, мне не у кого больше вы спросите. Есть еще мама, которая, в принципе, знает немного больше, чем я. Но, к сожалению, намного меньше, чем знала бабушка и дедушка. Любите своих родственников и окружающих людей.